Здравствуйте! Вы смотрите Одинцовское телевидение, программу специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. Из-за пандемии коронавируса поисковый сезон в этом году откладывается. Чем будут заниматься поисковики? Об этом мы сегодня поговорим с Антоном Кузнецовым, председателем регионального отделения поискового движения России. Антон, поисковый сезон отложен, но я так понимаю, что поисковики скучать не собираются. Чем планируете заниматься? Совершенно верно. Поисковики – это общественная организация. Деятельность общественных организаций попадает в данный период под ограничения. Но именно деятельность, связанная с какими-то массовыми мероприятиями, с пребыванием вне дома и так далее, поисковики, как общественники, у них еще целый пласт, гармонный пласт работы, который можно проводить удаленно, не выходя из дома, в социальных сетях, в сети интернет. И об этом немного поподробнее. То есть самое первое, к чему пришли поисковики, это проведение в онлайн-формате, в социальных сетях, различных акций, рассказывающих о деятельности поисковых отрядов, привлекающих внимание общественности к проблематике работы поисковых отрядов, к проблематике военной истории Московской области и в целом по стране. По хэштегам легко найти целый ряд акций. То, что касается не всероссийских акций, а разработанных именно в Московской области, это акция хэштег «Герои в каждом доме». Призыв рассказать всем желающим о своем родном человеке, участнике Великой Отечественной войны, о том, как память в семье хранится. Записать видеоролик на мобильный телефон до одной минуты, разместить в социальных сетях с хэштегом. Отличная акция, уже много человек поучаствовало. Таким образом мы информационные пространства наполняем вот этой историей, памяти о своих родных людях в тот момент, когда мы не можем выйти из дома. Получается такой своеобразный бессмертный полк в онлайн-формате. Так сказать, демонстрация вот этой семейной памяти, передачи традиций. Как сказал философ, традиция – это не поклонение пеплу, это передача огня. И вот мы рассказываем, что вот это наш родной человек, память о нем чтится, мы знаем о нем то-то, то-то. Он участник войны, это наша семейная гордость. Это вот одна из акций. И, так сказать, вытекает одно из другого, связано с получением информации о своих родственниках, тесно связана акция «Судьба солдата». Дело в том, что как проект «Судьба солдата» – это проект поискового движения России, общероссийского общественного объединения и ОНФ. По стране этот проект идет давно, и он связан с тем, что простой человек, не посвященный в особенности архивного учета и хранения документов, не посвященный в особенности военного учета в периоду Великой Отечественной войны, зачастую он не может полноценно воспользоваться существующими базами данных в онлайне Министерства обороны. Это по погибшим ОБД-мемориал, по награждениям – это подвиг народа, и комплексная база данных, включающая две предыдущие названные – это память народа. То есть на памяти народа там есть документы не только по погибшим. Но, во-первых, награждения – это отдельная интересная категория. То есть заводя в информационную систему те данные, которые у нас есть, по родному человеку, фамилию, отчеству, год рождения, там место, откуда призывался, очень часто мы можем найти документы, его наградные, приказ, где он упомянут, о представлении какой-либо медали или ордену, и наградной лист, где подробно описан подвиг или серия каких-то событий, за которые человек представлен к этой награде. Очень интересно, можно о своих родных людях узнать такие подробности, которые, в общем-то, часто семейная какая-то традиция, она не сохраняет, к сожалению. О боевом пути своего родственника можно узнать тоже на сайте «Память народа». То есть туда заводятся документы, не только списки погибших, там и народные, но и документы воинских частей, журналы боевых действий, карты расположения войск, там все это привязано к геоинформационной системе. Там карта, на этой карте, соответственно, точки, вы вводите номер воинского подразделения, у вас его боевой путь на карте рисуется по тем точкам, к которым привязаны документы, которые есть в этой базе данных. Можно заходить на эти документы, вы знаете, что в этом полку служил ваш дед, и вы можете вместе с этим полком, с документами отслеживать, смотреть, в каких событиях принимал участие ваш родственник, боевых событиях, героических, с чем это связано. Если неизвестно место захоронения, можно опять-таки предположить, где оно было. И вот поисковики, как специалисты, они помогают всем желающим вот в этой системе разобраться. Человек неподготовленный, да, он вводит фамилию и отчество, там, Иванов Иван Иванович. В простейшем случае, если это Иванов Иван Иванович, там их человек 5, Иванов Иванович, в системе отображается, и можно понять, что там призывался с Тверской области, наверное, это наш, а со Смоленской это, наверное, не наш Иванов Иван Иванович, то есть в простейший случай. А когда там случайно поменена буква в фамилии, или сложное имя, или отчество, и писарь на слух документ вписал по-другому, система архивного учета, она предписывает отображать документ именно так, как там написано, даже если есть очевидная ошибка. И вот поисковики, как специалисты, которые с этими базами данных работают уже много лет, они знают ряд нюансов, как там поменять буковку фамилии, обрезать окончание, еще как найти ту информацию, которую сопоставив другие данные, можно сказать, что этот ваш, этот человек ваш, вот о нем данные, просто здесь чуть-чуть неправильно искажена фамилия, все остальные данные совпадают, посмотрите, это он. И так находится очень много мест захоронений, а родственники до сих пор не знают. Так вот, поисковое движение России и ОНФ уже много лет предлагает свою помощь всем желающим, и поисковики, как общественники на местах по всей стране открывают общественные приемные, судьба солдата. Туда приходят люди, с ними общается оператор, с ними общается специалист, получает информацию от них, какая известна, вводит базы данных, смотрит и выдает какую-то информацию найденную. Если информацию найти сходу не удалось, принимает заявку письменную, она потом в работу идет, можно после ее отработать и выйти на связь с человеком. Если информацию не удалось найти, тоже не стоит отчаиваться. Дело в том, что эта информационная система, она очень активно развивается. А вот нам, поисковикам, на всех всероссийских мероприятиях, раз в полгода открытие вахты памяти, закрытие вахты памяти, представители Министерства обороны, мемориального отдела, они нам докладывают, какой массив данных был за это время оцифрован, какие архивы, какие картотеки, и они учтены и проиндексированы в этих базах данных. То есть, если вы сейчас не нашли своего родственника, то через полгода, через год, через полтора-два года, возможно, эти данные там появятся, не стоит отчаиваться. И поисковики всегда об этом моменте тоже предупреждают. Сейчас у нас условия ограничительных мер, карантина, пандемия, поэтому нельзя проводить работу напрямую с человеком очно, в формате каких-то приемных общественных. А надо сказать, что в Московской области таких приемных, их было больше 12, около 12, в Одинцовском городском округе 3. Они периодически работали на разных крупных мероприятиях. Там День Победы, День города Одинцова, 22 июня у Вечного огня обязательно наши сотрудники такую приемную делали. Сейчас нельзя работать с населением напрямую. И что сделало поисковое движение России совместно с ОНФ? Они решили перейти в онлайн. Уже этот проект запущен. Судьба солдата онлайн. Можно загуглить, найти в интернете через поисковую систему. Очень легко во всех социальных сетях поискового движения России и на сайте официальном опубликована ссылка на форму документа, электронный документ, который вы можете заполнить данными своего родственника. Эти данные получит оператор в целом по стране, рассортирует по регионам и в Московскую область придут запросы со всей страны, касающиеся Московской области. И наши местные поисковики областные, и мы в Одинцовском городском округе будем отрабатывать эти запросы через электронные системы и выдавать ответ. Это вот в целом в комплексе так организовано в стране, но поисковики Московской области, они пошли еще дальше. То есть мы сейчас все с вами активно пытаемся работать на удаленке и очень многие осваивают режим конференц-связи, в том числе такой, в котором мы сейчас с вами общаемся. Что мы придумали сделать? Мы придумали проводить, сейчас все от мала до велика, там от школьников до депутатов работают, например, на программе Zoom. Это конференц-связь. То есть мы создаем конференцию, куда мы приглашаем посылки людей, которых мы хотим там увидеть. Можно делать открытую ссылку, можно запароленную, но суть заключается в следующем. Мы можем с человеком общаться онлайн, друг друга видеть. Мы, программа Zoom позволяет демонстрировать экран нашего браузера. Таким образом мы можем создавать приемный, онлайн приемный по проекту «Судьба солдата» в формате конференции. То есть приемная будет работать так же, как она работала очно какое-то время на мероприятии, точно так же она будет работать в виртуальном пространстве вот этой платформы Zoom в интернет. То есть мы в социальных сетях публикуем ссылку на эту конференцию и сообщаем, что дорогие друзья, уважаемые граждане, желающие получить информацию о своих родственниках, если вы не можете сами ее найти, мы можем вам помочь это сделать. Пожалуйста, приходите по этой ссылке со стальки-то до стальки-то, там будет сотрудник, который вам поможет. Заходит в конференцию человек, мы его видим, мы здороваемся, мы берем с него в текстовом виде разрешение на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством и начинаем его персональные данные, его информацию обрабатывать. Открываем браузер, открываем поисковые информационные системы, сотрудник начинает с ним работать по ходу дела, уточняя информацию. И, соответственно, заявитель, который обратился, он видит, как ведется поиск в информационных системах, он начинает понимать какие-то особенности, начинает по ходу что-то подсказывать, по ходу у него что-то уточняется. И тут же, если информация найдена, ему посылают ссылки, по которым он тоже потом заходит и может более внимательно ознакомиться с этой информацией. Антон, а скажи, пожалуйста, минимально какая должна быть информация у человека, чтобы он мог обратиться в приемную, и нужно ли ему будет, скажем так, заплатить за услуги поисковиков? – Минимальная информация – это, конечно, именные данные на человека, фамилия, имя, отчество. Иногда известна фамилия, имя. Если известен год, то это позволяет детализировать. То есть, условно говоря, возьмем абстрактный пример Иван Иванов. Если мы забьем Иван Иванов в поисковую систему, там 15-20 фамилий вылезает, персоналей вылезает, карточек. Как нам найти нашего? Мы смотрим остальные данные. Год рождения совпадает, или место призыва, или место, где он жил, совпадает, или там известен номер воинской части, где он служил, совпадает, или воинская специальность. То есть, каждый дополнительный факт биографии, он нам дает дополнительные шансы для поиска. Минимально – это фамилия, имя, отчество. В плане оплаты работы поисковики за поисковую работу денег никогда ни с кого не просили и не просят. Знаете, если, соответственно, за какие-то услуги в плане поиска с вас просят какие-то средства, то это не настоящие поисковики, это мошенники. К сожалению, такие случаи тоже бывали в нашей практике. Поисковое движение, оно набрало силу, набрало известность, и, конечно же, появились тут же персонажи, которые на этой известности решили паразитировать, то есть, получать какую-то материальную выгоду. Например, люди искали через форумы своего родственника, что-то писали на форуме, кто-то отмониторил этот запрос, нашел контакты родственников и звонит. Мы поисковики в Новгородской области, нашли вашего солдата, вот он с медальоном, вот там его останки. Нужно вот столько-то денег, чтобы мы вам его переправили. И люди, которые не в теме, да, доходило вплоть до того, что люди приходили встречать поезда, перечисляли деньги, приходили встречать поезда, на которых, ну, естественно, никто не проезжал и ничего не привозил. Мало того, как бы транспортировка останков из региона в регион, это вообще сложно организуемый в юридическом плане, сложно организуемый процесс, целая отдельная история. Люди, к сожалению, этого не знают, а злоумышленники, они пользуются вот человеческим знанием. Поэтому поисковики именно за розыск родственников, за раскопки на местах боев, за транспортировку останков никогда ни с кого денег не просят. Имейте, пожалуйста, это в виду все. К сожалению, ситуация такая, что сейчас в онлайн уходят все, и областная вахта памяти в этом году также была проведена онлайн, вернее, церемония ее открытия. Расскажи, пожалуйста, как это было и вообще, что такое вахта памяти? Вахта памяти исторически так сложилась, что под таким названием понимается комплекс мероприятий по увековечению памяти военнослужащих, погибших, пропавших в бездости, в защите Отечества в течение года. Слово «вахта» взялось с комсомольских времен, когда со всей страны собирались коллективы молодежные, они выезжали на места боев на вахты, вахтовым методом, приезжали на такие экспедиции. Сейчас вахта – это комплекс мероприятий, и вахта памяти – это название всероссийской акции. Мы, соответственно, акция всероссийская, она тоже открывается в онлайне, а мы в области решили в этом году тоже в удаленном режиме, в формате видеоконференции, провести это мероприятие, потому что мероприятие традиционное, все его ждут. Обычно где-то в каком-то памятном уголке, в бывших боевых местах Московской области, где есть памятники музея, съезжаются делегации поисковиков со всей области, возлагаются цветы, говорятся торжественные речи, награждают заслуживших, там общаются, делятся каким-то полезным контентом, демонстрируют выставки поисковые. К сожалению, в этом году этого сделать было нельзя, и мы, как и все, вышли в онлайн. В этом году торжественное открытие областной вахты памяти проходит в уникальном формате видеоконференции. За возложением цветов к мемориалу вечного огня следят неравнодушные жители Московской области и делают они это с соблюдением всех мер безопасности, сидя за компьютером или перед телефоном у себя дома. Перед мониторами компьютеров и ноутбуков собрались поисковики из разных уголков Московской области. В прямом эфире около ста человек. Начинать сезон они привыкли иначе, на раскопках. Но из-за пандемии коронавируса пришлось не только изменить традиции, но и скорректировать планы на этот год. Год этот особенный, и я уже говорила в конце года, и сейчас еще раз хочу подчеркнуть, что для нас важно в этом году дать старт новым нашим направлениям, формам работы и нашим общим усилиям. Мы всегда говорим, что поисковики, независимо от юбилеев, независимо от праздничных дней, мы всегда работаем так, как мы привыкли работать, давая все наши силы и время. Новые направления деятельности поисковики уже начали осваивать. В этом году традиционная акция «Судьба солдата» будет проходить онлайн. В период самоизоляции жители России стали чаще интересоваться историей своей семьи. Специалисты поискового движения уже получили более трех тысяч заявок на поиск информации о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Наша работа, она не только для погибших солдат, задачу память мы храним, но еще и для живых людей, тех людей, которые хотят, чтобы мы помогли им установить фронтовую судьбу их близких людей, не только погибших или пробавших без вести, но тех, которые не успели им рассказать про эту фронтовую судьбу. Командир подводной лодки Евгений Монастырев простился со своей супругой Серафимой осенью 41-го года. Больше им не суждено было встретиться. Спустя много лет, в 2018-м, в ходе разведывательной водолазной экспедиции было найдено затонувшее судно. Доклад командира, последний доклад радиосвязи был, что экипаж повредил три вражеские судна и сам получил пробоину. Из 40 человек экипажа никто не вернулся. На связи с участниками торжественной церемонии открытия региональной вахты памяти Оксана Рогачева, внучка погибшего героя. Ее бабушка до самой смерти надеялась получить весть о судьбе мужа. Мне жаль, что она не дожила до того дня, когда наша семья, благодаря усилиям поисковиков в Подмосковье и Питере, узнала о стоянии с подвергойской гибели в Кипарча 308 осенью 42-го года в Кирском заливе. Я от имени моей семьи хочу быть признательной с поисковым бригадами в Москве и Питере за их трудную, здоровую, благородную работу. Вот такие слова благодарности, пожалуй, главная награда для поисковиков. И в этом году они также рассчитывают их услышать. Все верят, поисковый сезон хоть с опозданием, но откроется. И каждому, кто ищет, обязательно повезет найти своего солдата. А при нем медальон, чтобы еще один боец вернулся с фронта в Великой Отечественной небезымянным героем. Подобные мероприятия в онлайн-режиме, мы вынуждены сейчас в онлайн-режиме это делать, они будут проходить и дальше. Будут проходить учебные семинары для поисковиков Московской области по разным направлениям и аспектам поисковой деятельности. Мы стремимся, время, которое у нас сейчас появилось, его использовать с максимальной пользой. И в онлайн-пространство, в интернет, выдавая массу информации о деятельности поисковой работы и военной истории Московской области, и помогая населению в поиске своих родных людей. И, соответственно, проводя обучение личного состава и коллективов поисковых, которые у нас здесь в Московской области присутствуют. То есть направления, они по всем составляющим идут. Слова благодарности должны прозвучать к нашим коллегам, которые все вместе поддержат вот эти идеи и объединяются в этом процессе. Конечно, администрация, администрация городских округов и районов Московской области поддерживает поисковиков на местах, как могут. Главное управление социальной коммуникацией Московской области тоже является вообще рулевым в этом процессе. Антон, а уже известны какие-то планы на 9 мая? Потому что, да, мы знаем, к сожалению, парад, торжественные мероприятия крупные отменены в онлайне. Вы что-то планируете? Насколько я знаю, вообще в целом по Одинцовскому округу будет целая серия онлайн мероприятий, онлайн включений с разных мест. То, что планируем мы совместно с Одинцовским молодежным центром и администрацией, сейчас идет работа, разработка в онлайн-режиме в формате конференции, городского митинга праздничного, освященного 9 мая. Я надеюсь, в этом формате мероприятие состоится, мы прилагаем к этому усилия. Техническое оснащение у нас для этого и есть, возможности есть, посмотрим, как будет складываться событие. И 9 мая для всех поисковиков Московской области объявлен День единых действий. То есть мы планируем вот эти приемные «Судьба солдата онлайн» в приемной формате конференции открыть по всей Московской области поисковики на местах, в своих районах планируют это делать. Будет, конечно, информационная кампания, мы всех предупредим, пригласим, всех желающих обязательно в приемной встретим и проведем с ними работу, окажем помощь, какую только возможно. Антон, мы верим, что все-таки поисковый сезон состоится, в ближайшее время коронавирус будет побежден, во всяком случае пойдет на спад. Уже есть какие-то планы на этот сезон? Чем собираетесь заниматься? Когда можно будет, наконец, в этих полях? Разумеется, планы есть и у Одинцовских поисковиков. Вы знаете, что в Одинцовском городском округе есть много поисковых формирований. Это и поисковый отряд «Китиш» в городе Одинцово. Это и на «Власихе» Илья Муромец, поисковый отряд «Вымпел». Это в Краснознаменске молодежно-патриотический клуб «Азимут». Поисковый отряд «Красное знамя» там же базируется. Это на Кубинке поисковый отряд «Вечный огонь». Вообще Одинцовский городской округ в плане наличия поисковых организаций он на высоком уровне. И люди эти мотивированы, подготовлены. И у каждого поискового отряда у него намечен план действий. В Московской области тоже в целом поисковики, у них уже был сформирован план, где они собираются работать на своих местах, если это боевой район Московской области, или выезжая в соседние регионы, или куда-то в дальние регионы, где их земляки сражались. Планы они уже есть, они просто были нарушены. И, конечно, будем стараться наверстать упущенное. То, что касается каких-то крупных мероприятий областных, то на август, на конец августа, когда уже люди должны были вернуться с отпусков, да, там школьники должны были вернуться от бабушек, на это время у нас запланирована областная учебная вахта памяти в Можайском районе. То есть это крупная экспедиция, куда по замыслу должны быть собраны съехаться отряды из Московской области, прежде всего молодежные и юношеские, и детские поисковые отряды. И здесь двоякая цель – учебная вахта памяти. То есть объединив ребят, крупный коллектив, провести для них серию образовательных мероприятий. То есть подготовленные педагоги, спикеры должны рассказывать им об особенностях поисковой работы, об особенностях поиска в интернете через информационные базы, о методике полевых исследований военно-археологических. То есть сначала теория до обеда, потом команды выходят на определенный район задач. И, конечно же, место было выбрано не случайно, уже местными поисковиками там были проведены разведки. Есть в этой местности и воинские захоронения, уже выявлены, на которые крупные воинские захоронения. Поэтому необходимо большое количество людей, чтобы тщательно провести все необходимые работы. Там есть и место падения самолета. То есть планируется в формате такого поискового крупного учебного лагеря провести для молодых поисковиков области крупные образовательные мероприятия еще отлично поработать, дать хороший результат. Мы надеемся, вот это крупное мероприятие состоится. А так на местах у каждого поискового отряда есть свои планы работы, конечно. Спасибо большое, Антон, что ответил сегодня на все наши вопросы. Желаю, чтобы как можно раньше начался наконец поисковый полевой сезон. Ну, а для этого пока не только поисковикам, но и всем нам нужно посидеть дома. Потому что дома сейчас, наверное, это самое безопасное место, какое только может быть. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.